На прошлом стриме Хазар можно было присоединить за престиж. Они были готовы. Сейчас такой возможности уже некуда есть. Почему же? Ну, пока армии собраны, нельзя это выбрать, но можно, можно. Там начнутся проблемы, что после первой войны тут же вторая для отнятия титулов пойдет. Потому что, как вы понимаете, мы вассалом сделаем Хазарию. Она, естественно, будет нас ненавидеть. Нам нужно будет отнимать титул. Для того, чтобы отнять титул, заново войну нужно будет начать. Это будет просто головная боль. Лучше не всю Хазарию сразу. Просто, понимаете, захватить Хазарию, такую огромную территорию, будет сложно. У них, тем более, столица вообще находится здесь. Вот тут, в Каспийском море практически. Вот рядом с Каспийским морем. И туда переть через всю Хазарию. Это просто жесть. Там начнется бесконечная война лет так на 20-30. Это в лучшем случае на 20-30. А то и поболее. Ярославов, не придворный врач. Что с ней случилось? От старости умерла. Есть ли у нас хороший придворный врач? Недостаточная пригодность. Окей, искать врача. Поехали. Кто у нас есть? София. Да, София. Хорошо. Здесь у нас сколько? Не видно сколько. Три пятьсот, но не меньше трех пятьсот. У нас припасы стольник из ста. Здесь поднимаются, здесь поднимаются, да. Ждем, когда припасы восстановятся. И потом пойдем все добивать этих северных захватчиков. Здесь, правда, триста из... Ну, максимум. Илья, сын и наследник персонажей, верховный вождь Федот, следует по пятам. Куда я не пойду, его взгляд его речи. Прекрасно понимаю, что он хочет. А-а-а. М-м-м. Как мило, но нет. Все, в общем, собираем, идем с трех направлений. Не то хотелось сделать. Притворство. Послушный шепоток и мелкие детали довершили головоломку. Мой влиянинник, судей слав, куда лучше разбирается в искусстве интриг, чем считают при дворе. Меня изрядно беспокоит знание, что при дворе есть такой человек. Но я многому могу научиться, если мне удастся договориться, добиться его доверия. У нас и так есть достаточно хорошее доверие. И у нас есть на него крючок. А, есть влияние секр... Ну да. Нужно получить достоинство в пути интриг. Да. Хочу. Через много дней я и он, наконец, случайно столкнулись, когда он был один. Господин Судеслав, мне бы хотелось... Если, войдя в комнату, вы увидите, как ваш супруг кричит на молодого слугу за то, что тот уронил тарелку. Что вы сделаете? Он проверяет меня. Возможно, это шанс показать ему, что у нас много общего. Так. Им обоим придется рассказать. Я начну разговор. Это решает большинство проблем. Я попрошу обе стороны рассказать свою точку зрения. Так. А что из этого, собственно, подходит здесь? Я не совсем понимаю. Как бы понимаю, что первый вариант придется... Это силовой вариант. Заставить. Это не интриги. Я начну разговор. Это решает большинство проблем. Скорее, больше это похоже на интриги. А попрошу обе стороны рассказать свою точку зрения. Это больше на дипломатию похоже. Я так понимаю, начать разговор, что это решит большинство проблем. Или же точку зрения. Реально не первый вариант. Заставлять никого рассказывать не стоит. Кто-нибудь из вас сталкивался с подобными какими-то ивентами вообще? Что на самом деле звучит достаточно похоже оба варианта. Просто начать разговор или попросить... ...разговоре. Как бы такое. Давайте я начну разговор. Хм, надо делать небольшую паузу, прежде чем продолжить. На полпути к полю битвы едва враз били лагерь, к вам обращается офицер с вопросом, что делать с пойманным шпионом. Первым делом я проверю, что с ним хорошо обращается. Шпион неважным продолжим движение. Это военный лобовой подход. Я попрошу офицера разобраться с этим и оставить меня в покое. Это... ...ну не совсем правильно. Давайте первым делом проверим, что с ним хорошо обращается. Задобрим шпиона. Какие-то ответы не очень интригантские. Да согласен, хулбайт, что-то в них есть такое странное. Его брови опускаются вниз, а взгляд становится холодным. Вы приняли решение, скажем, повысить все налоги в грабстве и замечаете, что один из вассалов открыто возмущается этим решением. Что вы сделаете? Наказание. Если вассал считает, что это плохое решение, возможно так и есть. Весь двор узнает об ошибках вассала. Тут очевидно. Его лицо освещает на удивление теплая улыбка. Похоже, вы человек правильных суждений. Он опускает взгляд, а затем продолжает свой бесшумный путь по коридору. Присоединитесь. Нам предстоит о многом поговорить. Я, пожалуй, запомню эту загадку. Мы получаем одно очко в коварных планах. И я, пожалуй, запомню эту загадку. Что у нас? Быстрое исполнение убийства. Скорость прогресса шпионажа. Противостояние проискам. Похищение. Мне не хочется. Хорошая работа. Шанс на успех в враждебных происках. Вот это вот мне сейчас больше потребуется, скорее, в ближайшее время. Да, хоть последнее, понятно, и то радует. Привет, друзья. Скандинавские мои друзья. Поехали. Да вы куда вообще стоять бояться? Ну, серьезно. Собрат — служитель Белобога. Ваш орден, воин и перун, разрастается. Ему требуется больше земель, откуда он будет защищать славяно-языческую веру. Баронство, давлет агач, отлично нам подходит. Мы хотели бы взять это владение в аренду. Во имя рода. Ну и денег получили, отлично. Еще бы, знаете, что сделать? Построить что-нибудь хорошее. Залсобраний. Это, конечно, хорошо, но... Здесь можно улучшить рынки. Здесь ничего улучшить нельзя. Так, второй уровень, второй уровень, второй уровень замков третьего не предвидится. Здесь ничего нельзя апгрейднуть. Из-за того, что у нас племя — это феодальные владения. Здесь... Ну, давайте в Бобруйский зал собраний построим. Случайский. А где контроль у нас есть? Хоть где-то низкий. Русская культура в Клёцке! Не может быть! Дайс, прочитай крайние три экрана чата полностью. Четыре экрана. Что? Четыре экрана чата? Ты убить меня решил? Это такой заговор? Это происки твои? Против Дайса? Ох, Энигмус. Ох, Энигмус. Сколько тут понаписано. Крепи позиции советников. Нужно, чтобы еще все советники были не просто вассалами, а в топе по силе. Иначе будут желающие получить их места. Предлагаю купить хазарит. Я видел. Трейти действительно влияют на поведение искусственного интеллекта, так что лучше вероломных садистов при дворе не иметь. А честность очень даже норм, особенно для дипломатов. Но нам хотелось здесь построить еще вот такие залы собраний. Вот, готово. Уф! Ловить что ли их с двух сторон? Иноземные торговцы. Так, можно повысить взаимную терпимость. Получить налоги с развития, с владения и развития, собственно, получить. Или просто сразу деньги. Ну, давайте развитие будет идти. Это в Бобруйске. Налоги с владений тоже хорошая тема. Повышают взаимную терпимость. Но так оно, по-моему, стопроцентное. Ну ладно, хуже не будет. Точно. Так, пока мы пытаемся нагнать. Они нагоняют нас сами. Мы всегда рядом, когда нужны мне. Вы всегда рядом. Надеюсь, вы знаете, как я вам за это благодарен, говорит Святослав, наш придворный подопечный. Получайте слабое влияние. Можем подружиться. Давайте подружимся. Черт, проиграли. О, Верховный Вождь Замбис получает рану от руки вражеского воина. Сейчас посмотрим, что с тобой, Замбис. Грубо, но эффективно. Проявление тирании. Была большая ошибка. Почему все эти интриги манипуляции, если достаточно грубые силы? Верховный Вождь Феодот будет плясать по дудку. Вы не можете попытаться. Либо нам нужно использовать тиранию, получить ужас, слабое влияние. Верховный Вождь теряет мнение. Но это какой-то вообще брутфорс. Или это была большая ошибка? Он просто теряет мнение. Проверим их детей, чтобы сразу лишить наследства плохих, говорит Замбис. И там следующий по списку будет уже... Ну да, там твой внук станет временно сейчас, скорее всего, наследником. Но, господи, почему? Почему все одновременно происходит? Ты не успеваешь сделать что-то одно? У нас тут еще вот, пожалуйста, устроить брак. Бьерн как выглядит. Разормать помолвку, в конце концов, нужно с Настеньки, с Бьерном. 75 влияния, потеряем престижа. Все члены семьи персонажа Настенька теряют 30 мнений. А у Настеньки-то семья Бобровичи. То есть вся семья наша 30 мнений за разрыв помолвки получит. Что? Настенька, это был политический брак. Ты не должна была за него замуж выходить. Это была политическая помолвка, точнее говоря, временная. Даже не брак. Тьфу ты. Ладно. Тирания. Получаем ужас. Слабое влияние на Федота. Все равно он теряет мнение. У нас 100%. Навязываем требования. Распускаем. Смотрим на Замбиса. А он уже все. С хорошим состоянием. Наш стерильный убийца. Гонососуалист. Уже нового ребенка заделал. Павла Добровича. Бобровича. Ну, видите, как все хорошо у Замбиса. Не надо переживать. Врачевание у нас классное. Такое, знаете ли, качественное. Происки на убийство нежеланного жениха. Кстати, да. Вот это вот сейчас мы и сделаем. Ох, Настенька. Приглашаем. 80%. 12 месяцев и почти 100%. Вот видите, как хорошо. Помолвка будет разорвана вовремя. Я надеюсь очень на это. Сейчас объявлять о браке не будем сразу же. Вы можете решить, какого опекуна получится в Стафии Бобрович. 6 лет. Как раз самое время получать опекуна. Н нет. Давай-ка на управление. Управление кто у нас хорош. Мы хороши достаточно. У нас есть ВО. Вот такой вот очень классный чувак. Гениальный. С нормальным управлением и неплохой ученостью. Пусть хорошее образование получит. Видите? Изи. Кто у нас из придворных захвачен был? Я там видел, что придворный кто-то захвачен. Мне показалось? Показалось. Это тебе, дайс, показалось. Так, вот нанюать будем? Не думаю. Приглашать будем? Водителей пригласить можно, да. Скромный пир устроить можно тем временем тоже. Нам благочестие выдаст это. Провести мистическое единение. Что это даст? Вас ученость увеличится на 300. Вы получите мотивикатор божественное наставление. Возможно, непредвиденные побочные эффекты. Надо 100 благочестия потратить. У нас есть свойства с категорией мистика. Ну, 300 учености, это, конечно, прикольно. С другой стороны, насколько это нам поможет? У нас тут почти вообще вот эта вот хорошая работа открыта, а тут нужно тысячу. Сейчас это, скорее всего, не поможет. В общем, никак нам дополнительную ветку начать прокачивать. Ногласить воителей — да. Созвать охоту — пока нет. Пир устроить, скорее всего, да. Предлагаю проверить качество моего наследника, говорит зомбесита. И отстранить, если плохо. Я же могу на войне отъехать. Наследник у тебя — ингварь. Ингварь вполне норм, интеллектуал, крепкий телом. И он идет по ветке учености, получает у тебя же, собственно, образование. Ты, в принципе, достаточно ученый для этого, еще ко всему прочему, интеллектуал. Так что нормальный у тебя будет наследник. Вполне все норм. Правильный. Ладно, мы устроим пир. Давайте поехали. И одновременно претендентов будем, воителей, приглашать. Постояните ближе к соперничеству с Ефимией. Получим престиж. Можем подружиться. Или интересная беседа. Ученость, дипломатия. Да, интересная беседа — это классно. Есть новое достоинство в интригах. Это хорошая работа. Плюс 25 успехов враждебных происков. Как раз то, что сейчас занимаемся. Вот эти вот 95% наши. Веселье утихает. Я и моя покладистая вассалка Ефимия ведем очень серьезный разговор. Она спрашивает, что я думаю о счастье брака. Это тоже крайне интересно. Можете стать ближе. Может быть, безразлично. Ну, да. Ближе, чтобы подружиться. А как звать наследника, — говорит Энигмус. Замбес. И я так и не выяснил, можно ли переименовывать. Нет, нельзя. После рождения уже не переименовываются. Я же как раз хотел перса на ученость, — говорит он. А, наследник Замбеса, как зовут его? Его наследник — Ингварь. Родислав откликается на мой зов и прибывает ко двору. Привет, Родислав. Мы тебя призываем стать нашим придворным. Тридцать секунд пропустил. Сочувствую, труповоз. Так, до новых встреч. Получаем престиж. Все гости получают мнение. Пир завершен. Че мы будем дальше делать? Какое решение? Президенты ко двору нам сильно не нужны. У нас войска почти полностью все восстановлены. Сейчас дружинники восстановятся. Станет вообще классно. Мы заодно сейчас призовем еще немножечко воителей. Посмотрим на наши владения. Что мы можем построить здесь, например? Здесь мы тоже можем зал собраний сделать. Дополнительный престиж, все дела, бла-бла-бла. Здесь такое чувство, что Новгород надо было бы самому себе брать. Тут можно, по крайней мере, строить хоть что-то из наших современных построек племенных. Ладно, не сильно важно. А вот те, наоборот, которые сейчас здесь феодальные, они нам, ну, как бы дают что-то или нет, это вопрос. Но они дают нам деньги. Смотрите, 244 налогов. 2.30 налогов. Очень даже неплохо. Налоги так и прут. Сколько у нас, например, с Бобруйска идет? 2.65. Очень даже неплохо. Замбис говорит, и я готов править Новгородом. Это все готовы. Распускаем войска. Восстанавливаемся. Сносные войска. Что значит сносные? Не знаю. Но они говорят сносные. Не хочешь ли стать вассалом? Он ведет войну. Ага, да, у него все еще много войн. Он скоро, собственно, все уже развалится. Потому что его тут наши раздербанецы эти, как его... Ну, не то, что развалится. Но, по крайней мере, от него поочипывают различные кусочки наши вассалы. Это правильно. Ливунию можно попробовать тоже захватить. Насильственная вассализация. Покорить персонажа. В чем разница? Здесь 750 нужно влияние. Насильственная вассализация 438. Дешевле. Просто дешевле, банально. Не, ну а что? Какие тут места, насколько они полезные нам будут? Еще пограбить можно, кстати. Ну, такое. А союзники у тебя есть? Да. И вы знаете... Нет, это не то. Вот. Фух. Перемирие с персонажем Швеции. Что, Ливунию захватываем? Будем брать. Эти города все равно наши захватывают. Там, глядишь, и до Хазарии недалеко. С Грузией сложно будет захватить вот эту часть, потому что здесь явно нужно будет вот этого вот тоже осаждать. Или очень-очень долго ждать захвата этой территории, чтобы она нам принадлежала, чтобы медленно тикали. Ох! Вот только посмотрите на Хазарию. Хазария Византию грызет уже. Ух уж это Хазария. Насколько нам вообще до того, чтобы сформировать империю? Ну, не то чтобы сильно много, скажем прямо. Но прилично. Однако война, она явно поможет. Но в Пруссии еще есть. Ее можно попробовать... захватить. 688 нужно. Или 750. Литву можно за 1000. Священная война за 375. Но только одну можно священную войну развязать за жизнь. Просто вот за эту Пруссию. Нет, это не то. Тебе объявить войну просто... О-о-о-о-о! Сколько у нас тут! Покорить одного. Покорить другого. Покорить третьего. Верховного вождя. Ну, тоже за 750. Насильственная войсилизация за 438. Такой. Я, наверное, дождусь, когда у него войны внутренние закончатся. Чтобы можно было более... Такой... Какой-то спокойный кусочек взять. У него все равно сейчас все тут... Проиграно будет рано или поздно. Со всеми, в общем, в войне. А что, если мы что-то здесь попробуем взять? Это же очень быстро будет. Вот в Молдавию можно, например, добавить новые части. Кузен-Вассола командир. Он хочет заседать в Совете? Хочет. Но за счет того, что он получил очень много всего... Бум. Наверное, ему это передавать не стоит. Хотя, с другой стороны, у него будут права на эти места. Кого бы... Кого бы кого захватить? Византию, может быть, брать. Пойдем. Как она выглядит? Она выглядит не сильно-то очень-то такой... Сильной. Да. Можно Византию даже брать. У него есть сейчас войны? У него нету. У него просто союзы есть. Но Византию брать потом будем. В Венгрию можно взять. За тысячу. Нет. Нельзя. Увы. А Грузия можно? Рязань. Ну, а можно вассвализовать Рязань. За 375. По дешевке. К сожалению, у нас тогда будет достаточно такая территория, которая с Хазарией частями связана. Если с Хазарией... Покорите персонажей. 750. Но я не хочу всю Хазарию брать. Это слишком много. Не переварим. Откровенно. Претензии одного персонажа. Претензии другого. Претензии третьего. Какие-то очень маленькие претензии, скажу я вам. Священная война за королевство Рутения? Вполне. Или же за Запорожье? Так-то вот это выглядит приятненько. Но это опять-таки будет сложно проживать, я думаю. Надо с чего-то попроще начать. Я думаю, все-таки Ливонию заберем. Бьярма. Все такое вкусное просто. За 750 можно Бьярму взять. Тут уже с нашими, да? Сражаются. Да, Новгород захватывает это. Ну, давайте Ливонию брать. В общем, все просто. Проверим. Какие у нас сейчас дела, собственно, есть. Ага, подождем, когда воители прибудут новые. Вот. Восстановятся войска и будем действительно с Ливонией сражаться. Недолго осталось этому ордену Ливонскому пить кровушку нашу бобруйскую. Ребенок извлекает пользу. Это радует. Сильвер. Шмильвер. Да, тебя тоже можно в воители пригласить. Убийство в пути. В нужный час мои соучастники потребуются безопасный путь отхода. На случай, если что-то пойдет не так. Подробная карта местности со всеми тайными тропами и пещерами была бы весьма кстати. Можно лично исследовать окрестности за счет того, что у нас есть основа охоты. Угу. Получит дополнительные окрестности на карте. Секретность плюс 10. Шанс на успехи плюс 10. Да. Отлично. Нам предлагают устроить прием, чтобы опять потратить все разное, что у нас тут есть. Давайте будем тратить. Подводим первого просителя. Я верно служил вам, мой сюзерен. Железный истюг помнит, как я и Олаф сошлись в битве, но возраст дает о себе знать. Я прошу вас подарить мне земли, что включает в себя королевство. Другие получили куда больше за... меньшие заслуги. Нигмуз бронирует гений в главной ветке. Окей. Самое главное, ты мне напоминай время от времени. Светилища облучится. Ваш титул. Он хочет мой титул, сволочь. Так, ваш вассел и командир. Титул святилища облучницы. Получается все изменение. Станете владельцем артефакта меч династии. Вот, фигня полная. За меньшие заслуги, говорите? Посмотрим. Еще тирания. Титул Вождества Новгород. Мне не нравится... Ваш тон. Не, серьезно. Где-то облучится. Че она хочет получить? Здесь хочет получить, зараза, да? Значит, вот этот вот... Килия... Килия... А, вот, облучится, да. Это владение, это храмовое владение. Два золотых налога, блин. Два золотых. А не охренела ли она? Вот поэтому я не хочу устраивать прием обычно. Можно ей передать владение Новгород. Алена из Новгорода теряет 60 мнений о вашем персонаже. Сколько у нее сейчас мнения? Ну... Да, у нее много, ее можно отдать Новгород временным. А Истафий... Воитель. То есть Истафий хочет стать владельцем какого-то надела. Тирания. Алена... Истафий. Истафий. Он вообще, в принципе, сейчас... Ну, он 19 доблести имеет. Господи, 19. Ну, ну, хорош же. Просто тут нету хорошего варианта. Ладно. Выбираем этот не очень хороший вариант. А, это проявление тирании. Ваша поданная теряет 20 мнений. О, господи. В общем, сходите в поединки. И Истафий выигрывает поединок. Вот так вот. Сами как-нибудь разбирайтесь. Ммм. Свойство затворничества можно получить. И стресс. Не хочу. Есть возможность убить Якова. Так, конец близок. В Рождество заславили. Видите... Знаки повсюду. Привычному кладу скоро настанет конец. Сжечь безумного еретика. Да. Это правильно. Ну, тут хотя бы какой-то плюс есть. Вассал направляется ко мне. И повисает полное ожидание тишины. Госпожа, у меня печальное известие. Но есть и решение проблемы. Бессмысленно отрицать, что русский Иерусинск так сильно напоминают друг друга, что в последнее время их сходство стало слишком уж заметным. Чрезвычайно важно показать им, что именно мы, русинские, первейшие сторонники нововведений. Фестиваль. Угу. Может понизиться терпимость. И вассалы русские потеряют мнение. У нас таких нету. Выставка величайших достижений. Ля Лена теряет мнение. Ну, я думаю, нормально, если понижаем... Ну, потеряет терпимость чуть-чуть. Она вернется обратно. А мы получили престиж за счет этого. Окей. Возьмем, например, русскую культуру, да? 90, но плюс 1,2 в год здесь будет. Даже не 1,2, а 1,29. Почти 1,3 в год. Быстро восстановится. В этой игре есть другой трон, кроме трона Айда. Да, это зависит от, по-моему, то ли географии, то ли чего-то еще, культуры. Но есть другие... Есть какое-то придворное... Есть другое оформление двора. Так, давайте посмотрим на чужие дворы. Интересно, а это вообще возможно? Хм. Кстати, не факт. Не факт. Знакомый в плену. Ты кто вообще? Авантюрист. Тебя выкупить можно? Нет. Клон. У нашего вассала, знакомый в плену. Здесь строительство идет. Антониана получает 20 мнений о нас. Прекрасно. Поразительный старший волк, Индиана. Несмотря на отсутствие кровных связей, я полагаю, что мы оба выиграем от союза. Предлагаю объединить силы и вместе бороться с врагами. Вождь Верхон из Нямца. Это где? Где этот Нерхон? Это где тот Нямц? А-а-а. Так я же тебя захватить могу. Ты чё, чё, чё? Пёс. Будет отличным дополнением к нашей... Буковине. Кстати, да. Во. Славянское язычество снижает рвение. Кузаризм укрепляет рвение. Видимо, так нужно герцогство завоевывать за 375. Нам очень тяжело завоевывать, на самом деле, за счёт того, что у нас персонаж не имеет военного дела. Вообще. Но это, в принципе, решаемо. В общем, за Нямца сражаться как-то не с руки пока. У нас Ливония впереди. Так новые воители будут? А если отказать? Терять мнение. Ну и теряй. Мне-то что? Лол, твои проблемы. Предварительница София. Блудница. А прощение тебе можно даровать? А это где? А, это здесь кто-то вассал. Моего вассала, похоже. Да, точно. Ишкея добрая. В этой игре есть другой... А, так, это только что видел. Обучение закончено. Святослав. Вступает во взрослую жизнь. Пора ему выйти из-под моей опеки. Как там Святослав? Давайте посмотрим. Интриги. И у него три звездочки. Войтель бесстрашный и жадный. Прекрасно. До встречи. Хорошего аппетита, Бьерн. В общем, мы готовы к тому, чтобы яд подействовал... Это так. Мои люди готовятся уже не одну неделю. Повара подкуплены, чтобы смотрели в другую сторону. Яд добыли. А утку вождь Бьерн получил лично в руки. Его натрут ядом, а душистые приправы перебьют запах. Последнее, что ощутит моя цель, это мертвеч... Мертвенная горечь. Детей у него пока нету. Помолвка сейчас будет разорвана. Хорошего аппетита, Бьерн. Благодаря утке и флакону с отравой вождь Бьерн наконец-то мертв. Ха! Похоже, все мои соучастники мне подозрения. Значит, никто не узнает, что я имею отношение к яду. Он что-то просто съел. Такое бывает. Прекрасно. Соответственно, наша дочка теперь может выйти замуж за кого-то действительно достойного. Наследуемые плодовитые, да. Значимость. Можно кого-нибудь пригласить, безусловно. Но таких не очень много хороших. Есть наши внуки. Солюслав. 42 года. Поляк. Геракл. Плодовитый Владимир. Племянник и наставник. Синегами Бобрович. Племянника можно, конечно, действительно сосватать. Давайте по возрасту, например. Начнем, нет, вот так вот. С молодых. Кто же приближается к нужному возрасту. Отсюда можно уже начинать. Племянник Судислав. Синегами Бобрович. Мерадарн с Бокэо. Бокэо. Удобно интриговать минус стресс. Да, я же говорю, садизм классная штука. Просто никакого стресса никогда. Синегами Бобрович пусть будет. Очень хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Курсор спокойно. Прибыл воитель. 18. Приглашаем ко двору. Я с радостью принимаю ваше предложение о браке. Я великодушно принимаю ваше предложение стать супругом вашей дочери Настеньки. Задарует рот нам долгую жизнь и множество детей. Воистину. Владите сезон и размножайтесь. Как у нас с войсками. Все отлично. Можно Ливонию захватывать. Я казарскому Кагану, с которым полжизни соперничал, змею в постель подложил, говорит Энигмус. Он дважды пытался меня травить. Ковром и шкатулкой с золотом. Но у меня было слишком крепкое здоровье, говорит Энигмус. Кстати. А что, если мы тебя пытаемся убить? Каганбасту. А то у тебя наследник какой-то маленький слишком. Вдруг дела пойдут плохо, и ты развалишься к чертям. М? Кого можем пригласить? Так. 87 из 95. Я думаю, пока этого достаточно. Кто у нас еще хочет в брак вступить? Это Алекс Индианович, наш сын, тайный советник. И Пребислава Замбеситовна. Да. Слушайте, отличный набор у них качеств. Собственно, пусть вступают в брак. Казарскому Кагановскому. Так, это так что я вычитал. Угу. Ну че. Здание торговой деревни отстроено. В Клёцке. Что еще тут можно сделать? Апгрейднуть чистоколы. Че бы и нет. Мы уже приближаемся по благочестию к тому, чтобы принять эту династию. Ну и давайте Ливонию захватывать. Перетащим нашу... Че у нас в Ливонии вообще какое? 1800. У них ничего нету. И они уже сражаются. Надо торопиться. Объявить войну. Насильственная василизация. Так как владеет слишком большим числом графств. Что? Че? Там с ума сошли? Ну, по чуть-чуть можно. Ладно, я не жадный. А это с кем тут вообще дела идут? Какие? О, господи. У него тоже война с кем-то. А, наш уже завоевывают. Пруссия. Вы не можете позволить себе расходы этой войны. Не, он владеет слишком большим числом графств. Понятно. Рязань туда же, да? Скажите прямо. Не. А, нет, туда же, да. Слишком много графств. Рашку брать будем. Все. Хотя она тут воюет со всеми. Есть кто-то, кто не воюет. И кого можно взять? Сиризли просто. Ну вот. Ну, 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 хоть кто-нибудь. Куявия, например. Куявия. Да. Да. Куявия. Это вот наш вариант. Иди сюда, куявия. Мы тебе еще и мужа потом найдем. Вообще тебя обратим. Три девятьсот. Не страшно. Три девятьсот. От культуры верховной вождь Булчан. Это так культура называется, да? Создает новую гибельную культуру. Мещер Хазарскую. О, господи. Да ну дайте выделить вообще. И то, и то. А, это чужие войска. Все ясно. Все ясно. Это вообще можно распустить. Или вот так. Так, три с половиной тысячи, да? Уходим. Получили престижа. Тут у нас фактически два только герцогства. Нет, такого крафства. А может быть за герцогство нужно было воевать? Нет, это на стыке двух герцогств находится. Да здесь тоже не надо всем стоять на осаде. Возвращайтесь. Что у нас, кстати, с анаграми? В конце-то концов. Почти 11 лет осталось. И банить через 13 лет тоже можно будет. Тристо. Здесь 5800. Может быть, добавим сюда как-нибудь. Фракция создана. Это неприятно. Ну, это фигня. Что у нас здесь? Думаешь, что я знаю? А почему порой крыс становится меньше? Довольным голосом сообщает моя вассал, верховная предводительница зомбисита. И отходит в сторону. Открывая взору слугу, в руках которого очень недовольная кошка. Думаю, это весьма умелый крысолов. Скажу больше, я застал эту кошку, сражающуюся с особенно толстой крысой. Ну, как вы думаете, может, нам стоит приручить животное? Да, кошка не помешала бы. Домашняя кошка это просто супер. Только гляньте. Кошка-крысоловка, а? О, кошка. Как ее назовем? Снежок, царапка. Малыш. Снежапка назовем, например. Нет, кто-нибудь хочет назвать кошку? Господа, я уверен, название для кошки придумать это всегда отличнейшая идея. Так что предлагайте свои варианты. А я тем временем потрачу это время на то, чтобы наконец прочитать немножечко сообщений с чатом. Надо, да, вот не забывать, что анигму с персом на ученость хочет. Жаль, что у нее такой долгий кулдаун на поглаживание, говорит Холбайт. Видимо, много работы, да? Кошка занятая очень, красоловка. Логично же, говорит, с анигами. Кошка-жена. Но у нас, как бы, понимаете, королева. У королевы кошка-жена, и это немножко странно. Ну, тоже вариант, конечно, белка. Но красоловка мне пока больше нравится. Ммм. А может назовем ее гроза-крыс? Или просто сокращенно гроза. Будет у нас кошечка-гроза. Как вам? Бложка. Донатка. Донатка это, конечно, достаточно сильно. Мне как-то боевой конь попался, говорит Евгений. Вот это было животное. Правда, день уходил... Много. Правда, день уходил много. Что значит, день уходил много? Ну, ладно. Возможно, это какая-то печатка. Назовем ее Чатинка, например, там, не знаю. Донатинка. Да, Донатинка так и назовем ее. Какое чудесное имя. Донатинка. Вот. Мне понравилось. Что у нас тут? Как дела идут? О, еще захвачены вражеские бойцы. Это просто прекрасно. Что мы с ними можем сделать? Выкупить? Да, за десяточку. Здесь. Ну, а здесь мы можем завербовать. Семнадцать доблестей на дороге не валяются. Нормально вполне. Осада успешна. Ценные заложники захвачены. Все, можно завязывать требования. Приветствую, мой Сизирен. Ваша решительная суровая сеть остается только позавидовать. Вы куда более серьезный соперник, чем можно было предположить. Чтобы прекратить кровопролитие, я соглашаюсь на ваши требования. Так. Может, согласиться. Это меня не устраивает. Влияние, провиски пока делать нельзя. Потому что она ребенок. Ей 15 лет, но это скоро пройдет. Можно ей подарок сделать. Все, 37 золотых. И она получит 142 мнения просто. Понимаете? Она настолько впечатлительная. Это задумчивая, усердная, незлобливая и щедрая душа. И она согласится. Теперь требуем обращения. Я хочу следовать за вами к свету истинной веры. Славянское язычество — моя новая конфессия. Видите, как все просто. Так. У нее нет мужа. Устроить брак попробуем ей. Давайте. Племянник и наставник. Ну а что? Как раз плодовитые наследуемые свойства. Другого интеллектуала нужно. Или же... Нет, вот, наверное, он самый лучший будет. Да, других вариантов особо и нету. Но... Наставник. Помогает ученикам улучшать навыки. Придворный наставник или просто наш наставник? Вот у нас придворного наставника-то нету. Мы, соответственно, Настеньку сделаем придворным наставником. Давно пора это было сделать. Жена, муж, я. Неважно, в общем. Это отличная невеста. Ну... Да. Самое главное, что это... Мужчина будет нашего рода. Дети у них будут нашего рода. Соответственно, владельцы здесь будут уже... Ну, в значении говоря, следующие мы, вассалы, в этом владении будут нашего рода. Ну, видите? Отлично. Дети дома Бобрович. Наследуемые свойства интеллект. Поехали. Сейчас она повзрослеет. Это должно замениться на брак. С помолвки. Теперь можно распустить всех. Посмотреть, как у нас выглядит, например, контроль. Тут контроль такой себе, скажем честно, вот в этих районах. Где мы сейчас его улучшаем? Давайте тут вот закрочим. Поехали. Ах, хорошо. Сколько тут войн идет. Все идут войны. Союз есть с кем-то? С кем-то из наших, фактически. А, нет, не с нашими. Но я жду, когда их тут захватят. Дальше. Ливонию все еще никак не захватить. Нет. А как определяется количество графств, которое должно быть здесь, для того, чтобы можно было захватить? Покорить персонажа за 750 можно. Не, ну покорить за 750 я кого-нибудь покрупнее буду. В Венгрию, например. Почему бы и нет, собственно говоря. Рашка воюет. У нас есть поляния. Так, Мазовия. Или нет. Мазурия, точнее говоря. Везет войну. С кем? А, как раз они сейчас захватывать пытаются. Мазовию, Мазурию. Да, у них отлично это получается. Сердце и разум. Мой друг, верховный вождь Казимир, в последнее время часто рассказывает, какой удивительно щедрый человек Родослав. Оказывается, нет владений пришел ему на помощь. Нет владений пришел ему на помощь. Кто такой нет владений? В общем, вы потеряли стресс от нет владений. Жесть. Если бы я знал, что так это делается. Черная трапеза. Как вам жаркое, госпожа? Среди овощей проглядываются сочные куски мяса. Кроме того, я замечаю жилы. Что-то похожее на короткую и редкую шерсть. На мой вопрос, что положили в жаркое, мой личный повар с улыбкой пытается меня успокоить. Моё единственное желание — служить вам, госпожа. Можно опытный интриг повысить попробовать. Либо же хорошую трапезу получить из бонус к здоровью. Давайте попробуем пробраться. Несмотря на все старания, мне не удалось пробраться на кухню так, чтобы Ингварь ничего не заподозрил. Ну хрен с ним. Интересно же было, что там за шерсть чья. Может, археи захватить. Сорока тоже. Но они нас не очень любят. А здесь... Слушайте, нямц. Может, нямц все-таки взять? Буквенно за 375. Нет, слишком дорого. Слишком дорого и долго. Лучше два раза по 375 и захватить какую-нибудь Рязань сразу же. Например, объявить войну вот так и покорить персонажа. 450, зато Рязань наш. Хоп. Или там какую-нибудь... Я жду, когда вот тут отхапают, и тут отхапают, и там отхапают, и Карелию. Бьярмию можно взять. Фу, слушайте. Бьярмия. Это же вариант. Бьярмия. А нельзя здесь попробовать предложить фасилизацию, что ли? Покорить персонажа. Да, 750 и вся Бьярмия наш. Какая стратегическая цель? Славия. Великая Боброрусь. Великая Боброрусь нам нужна. И... Донатинку погладить можно. Еще вообще святую династию хочется оставать. Нам нужно еще полтысячи благочестия для этого. Маркентанты. Он сейчас стоит лагерем в местечке Максино. И источники сообщают, что он ожидает скорого прибытия новых аркентантов. Личная возможность заслать моих людей в лагерь. Да. Так, слушайте, может еще кого-то пригласить? Потому что два месяца осталось. Хочется стопроцентную... Ну, не стопроцентную, но близкую к тому вероятность, успеха. Вот. Смотрим на то, как у хазаров будет новый правитель. На этой неделе Каган планирует осмотреть корабль, который в одной из гавней стоит. Вряд ли будет трудно убедить моих соучастников полить горючей жидкостью лодку. Приступайте. Каган мертв и покоится в холодных глубинах. К сожалению, лучнику уйти не удалось. Какая трагедия. Ах, впустим слезу. Ну что, Хазария, как поживаешь? Придворные его любят, обожают просто. Ну нет, это наши отношения с ними. А вот его с ними неизвестно. Стоп, мне показалось ли, Бьярмию Рязань захватила. Да вы шутите. У него нет наследников. Это хорошо. Супруга у него за решеткой. Как она себя чувствует? Она немощно пьянствует. Без аппетита ей 60 лет. Ему явно нужна молодая жена. Как бы на него повлиять так, чтобы Бьярмия стала наша? Это королевство Бьярмия. Согласитесь, в этом проблему мы не можем его вассилизировать, потому что это королевство. Да? Или можем? Ну, покорить за 750 можно. Тогда нужно где-то найти еще престижа. Какие титулы можно создать? Титул королевства Литва. Во! Прекрасно. Создаем титул. И что у нас теперь с разделением после окончания нашего правления будет? Новгород отделится. Литва отделится. А это где? Буджак. Ну, это просто будет внутри нашего титула отданное. Внутри нашего королевства. В общем, нам нужно империю сделать. Как далеко мы от этого находимся. 45 и 71. На самом деле, далековато. Успеть беззаз жизнь. А если Карелию присоединить? Нет, давайте с Бьярмия начнем, реально. Уже игру про котиков играл? Нет, не играл. И вряд ли, наверное, буду. Славянское язычество. Слушайте, ну давайте захватывать их. Серьезно, Бьярмия. У нас есть какие-то дела, которые мы сейчас хотим сделать до этого? Что у нас с советом? Все вроде бы норм. Там еще игра про лисят в тот же день вышла. Ой, не повезло игре про лисят. Ой, не повезло. А, кстати, что можно сделать? Сохранить игру, не забывать. Вот это надо регулярно делать. Ужская Булгария, Каспий. О, слушайте, какие тут огромные королевства формируются. Бьярмию брать будем. Как у нее с войсками? 540. Союз с Чудью. Чудь это внутри нее. С внутренним союзом вообще. Они обороняются от... Устюга. А, они захватывают Устюг? Хм. Привет, Лекс Лайн. Не, ну че, будем брать Бьярмию. Сейчас ее самое время забирать. Тем более отношения нормальные, хороший вассал будет. Чудьская культура, в принципе, достаточно высокий уровень терпимости имеет с нами. Мы еще, соответственно, конвертнем его в славяноязычество. И вообще заживем. А территория крупная. Это позволит нам приблизиться к тому, что мы хотим добиться. Тем более северные, наверное, нападения, даже если сюда будут. Но вряд ли в ближайшее время будет легче отбивать. Поехали. Уявляем войну. Покорить персонажа. В течение войны, в течение своей жизни вы уже развязывали войну на покорение. Что? Я уже покорял. Вторгнуться в королевство Бьярмия. Оно-то тысячу стоит. Священная война за королевство Бьярмия. Язычество снижает рвение. У Конска. У Капри... У Конска. Карелия может присоединиться и другие. Пять тысяч, между прочим. Здесь тысячи, три, две, одна, там... Не дает весь мир занового персонажа покорить. Да, да, мы согласен. Беда просто. Как там Хазария? Да нормально Хазария вообще, как ни странно. У них война идет с кем-то, с кем? С Византией? О-о-о-о-о-о. Это очень хорошо. Византия побеждает. А это нравится мне. Нравится. Венгрия, Бьярмия В Хазаре, конечно, на самом деле Самый лучший способ объявить войну И захватить королевство Покорить персонажа Объявить войну Так, войну на покорение уже развязывали Завоевать Вторнуться в королевство Ну, вот это Было бы тоже неплохо Нападил же на кого-нибудь, говорит, Замбис Ладно, священная война За Бьярмия, поехала Я думаю, это будет большая ошибка